Всем доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини. И в игру RimWorld версии 1.0 с Hardcore SK. Как видите, я обновил версию. Сейф у нас, слава богу, сохранился. Все с ним нормально. Немножечко поменялся графический интерфейс. Ну и Sky много обещал там различных изменений. Но на базе у нас, в принципе, особых изменений-то и нету. Я достроил, как и говорил, вот эту вот линию обороны. И дворик для нашего будущего проекта по электричеству. Так, давайте мы, кстати, здесь все теперь освободим. Или что это? Это у нас просто грязь, что ли? Или что это такое? Каменистый грунт. Окей. И здесь я тоже потихонечку начал мастить. Потому что надо, чтобы это помещение у нас было максимально чистым. Плюс мне подкинули очень интересную идейку по поводу психующих колонистов. Ну, точнее, колонистов на грани. И, возможно, мы эту тему проверим с вами. Сейчас, слава богу, у нас вроде нету ни одного, кто вот прямо сейчас собирается бунтовать. Так что проверить, в общем-то, не на ком. Но в перспективе я обязательно это проверю. Не буду пока раскрывать всех карт. Посмотрим, когда кто-нибудь будет у нас на грани. Так, что у тебя там по отдыху? Все, отдохнул. Давай быстренько похавай что-нибудь. И займись, наконец-то, полами. Ну, а мы тем временем занимаемся исследованиями. Надеюсь, что скоро у нас появится электричество. В принципе, наша самая основная сейчас задача это минимизировать все факторы, которые влияют негативно на настроение колонистов. И самый основной такой фактор это, конечно же, температура. Через 3-7 дня у нас пропадет сердце Кирина. И проблемы у нас прямо вот сразу вырастут. По крайней мере, с температуркой. Так что надо как можно быстрее заниматься электричеством и выходить в кондиционеры. Так, давай-ка мы здесь еще чуть-чуть подкопаем. Опа, у Хамса, да, такие проблемы. Но, ладно, Хамс нам сейчас нужен, он рыбку ловит. И надеюсь, что его настроение поднимется и не придется на нем ставить эксперименты. Давай-ка, Гринявый, вот здесь вот еще копани, пожалуйста. Вот эту часть и вот этот блочок нам еще надо обязательно выкопать. Сейчас мы просто сюда поставим дверь. Поставим стеночки и поставим сюда дверь. Так, уносите, пожалуйста, Гринька. Добудь, пожалуйста, последний вот этот вот камушек. И унеси все это нафиг отсюда. До того, как мы прокопаемся наружу, нам надо здесь построить стеночку. Соответственно, все эти камни надо перенести и надо сделать мрамор. Опять надо сделать мрамор. А чем у нас занят лесник? Че? Гуляешь? Слушай, ну я, конечно, все понимаю. Не можешь где-то поближе гулять? Нам надо сейчас сделать немножечко камушков. Бибер, правильно, Бибер сейчас занимается переноской, хотя он у нас вообще научный деятель. Блин, черт. В смысле некуда. Ладно, давайте мы тогда сделаем здесь еще один склочанский. Вот так мы его поставим. И сюда мы с вами определим различные ингредиенты. Продовольствие, любое вообще, с повышенным приоритетом. Вот так вот. За исключением, наверное, гнили и испорченного мяса. Ну и по-хорошему, по-хорошему, наверное, надо здесь еще запретить вообще вот это вот гнилье запретить, чтобы сюда его не таскали. Так, Бибер, теперь ты мясо можешь перенести? Да, теперь есть куда его перенести. Но, блин, Бибер, как обычно, понес сначала булыжники. Нет, чтобы сразу мясо куда-то здесь поблизости положить. Так, отлично. Значит, здесь у нас все практически готово. Давайте мы сейчас назначим здесь стеночку, вот таким вот макаром. И поставим сюда дверцу. Сразу пускай будет металлическая. Также по поводу металла. Я хочу вот сюда поставить еще парочку контейнеров. Давай из столюги. Чтобы можно было еще куда-то складывать текстиль. Потому что у нас уже места по текстилю практически нету. Его уже складывают куда угодно, только не туда, куда нужно. По-моему, лесника пора отпускать, иначе он психанет. Ладно, давай заканчивай вот этот вот булыжничек. И свободен, можешь идти поесть хотя бы. Что там у тебя по нуждам-то? Сытость? Окей. Блин, еще и странное затмение. Ну, отлично. Как будто бы у нас других проблем с настроением нету. Кроме того, что нам еще Баргиста сюда отправлять. Кстати, а где он вообще? Хм. По-моему, он от температуры взял и свалил. Да, так и есть, в общем-то. Странное затмение-то есть, а Баргиста-то нету. Он решил забить на это дело. Блин, даже Баргисты умнее нас и не хотят здесь жить. Опа, Феникс. Превосходно. Хорошо, что с Фениксом хотя бы жара не приходит так же, как она приходит с Кирином. Давайте все сюда. Вы нам все здесь нужны. Феникс сейчас сюда подвалит, наверное. Ага. Да, вход надо было делать все-таки. Не, отставить. Все сюда. Придется отстреливать его снаружи. Огонь. И давай так, ты чуть-чуть в сторонку здесь отойди. А ты давай с этой стороны. Ну и теперь с максимальной плотностью огня из всех четырех стволов нам надо его привалить, пока он не сожрал нас. Ну, я искренне надеюсь, что этого не случится. Хм, а тварь подходит все ближе. Так, ребятушки, давайте не прицельный выстрел. Нам надо... Во, отлично. Теперь у нас есть немножечко вкусного диетического драконьего мяса. И вкусный диет... Не вкусный, но, короче говоря, и не диетический. Короче, чихуи драконов. А Хамс пошел ловить рыбу. Блин, Хамс реально один из самых сознательных колонистов и приносит больше всего пользы нашей колонии. И я думаю, что будет честно переименовать его в господина Тапака. Это человек, который мне отправил донатик и попросил переименовать колониста в честь него. Я думаю, что это будет честно. Полезного в честь полезного. Так что нашего колониста Тапса мы переименовываем в Тапка. Главное, чтобы я теперь запомнил, что именно Тапок у нас занимается ловлей. А, кстати, да, у нас еще есть некоторая проблемка, да? У нас появились блохи здесь. Я надеюсь, что они передохнут, чертовой матери, при такой температуре. У нас эпидемия чумы. О, господи, Рэй, блин. Ну, что такое, что случилось? Не, ну, смотрите, они на самом деле, как только появляются, они сразу пытаются свалить. Главный вопрос, чтобы они не появились внутри нашего помещения. Вот тогда у нас реально могут начаться проблемки. Так, лесник. Ну-ка, займись, пожалуйста, готовкой. Надо сейчас всех вот этих товарищей переработать и сделать побольше месецкого. Все, значит, тут у нас тоже все готово. Сейчас Гринявый пойдет, закончит вот эти вот сундучки. Надо будет их сразу же настроить на текстильку. Здесь нас интересуют изделие и текстиль. Ну, и высокий приоритет, естественно. Давайте скопируем настройки на соседний склад. Теперь нам будет куда отволочь весь текстиль. Ну, и пойдем дальше заниматься раскопками. Сейчас заодно и мрамора поднимем. Так, что-то Гриня не хочет поднимать мрамор. Он хочет, видимо, спать. Но сначала все-таки булыгана отсюда убери. Вот, а теперь можешь идти спать. Блин, а тапок героически просто таскает ресурсы. Истерика у тапка. Блин. Вот, надо было провести на самом деле на нем этот эксперимент. Гринька, давай иди быстренько чини. Главное, чтобы это тело сейчас нам тут все не раскоцало. Или раскоцало, но где-нибудь внутри. Не, все, отошел. Смысл был какой вообще в этом эксперименте? Вот сейчас у него, если мы посмотрим, есть такой параметр, как раскаяние. Плюс 40 к настроению в течение 7 дней. Когда у него наступает период, ну вот, допустим, мы видим здесь красное настроение. Мы просто делаем комнату и запираем его там к офигеням собачьим. Он там психует. И после этого мы его оттуда отпускаем. То есть мы его тупо замуровываем стенами. И он получает у нас баф к настроению в плюс 40 на 7 дней. Ну, или сдохнет. Не знаю, тут уж как получится. Так, алло. Здрасте, приехали. Я надеюсь, что он не успел укусить Гринявого. Ну, либо за деревянную ногу. Нам только вот сейчас не хватало для полного счастья здесь чумы. У меня, конечно, есть вот эта кровать из Кирина, которая довольно-таки неплохо дает иммунитет. Но все равно не хотелось бы, потому что это трата большого количества времени, в первую очередь. Так, у кого там? У Бибера нервный срыв. Надо реально делать комнатку. Надо реально делать эту комнатку, чтобы они психовали где-нибудь уже... Блин, да гляди, сколько же спать-то? А, я же тебя поднял точно. Ты же не выспался. Йента печально. Смотрите, сколько у нас мяса реально. Давай-ка ты заправишь... Я говорю, заправь топливом. А, ты бревна решил притащить? Ну, отлично, молодец. Короче, Месецкого у нас довольно-таки прилично получается. И надо будет его сейчас отволочь все на склад сюда. Может быть, даже его придется расширить немножко этот вот. Наверное, здесь может и не хватить вот этих вот... Хотя нет. Хватит там по 60, по-моему, или около того что-то. Давай-ка перенеси вот это все безобразие. И в первую очередь надо будет сейчас перенести вот это вот сердце Кирина. Давайте мы сейчас здесь везде запреты поставим. Я просто не хочу, чтобы он сейчас тащил вообще неизвестно что и неизвестно куда. Нет, все равно он схватил все подряд и поволок. Так, теперь мы вот это все разрешаем. И еще один момент, который я хотел сделать. Нас интересует вот этот вот носильщик. Помните, я говорил, что у нас постоянно лесник занимается какой-то фигней и не заправляет никак свою плиту. Давайте вот эту заправку топливом поставим ему на троечку, чтобы когда у него заканчивается здесь ресурс, он сам заправлял. Ну, просто так, мне кажется, будет намного логичнее и понятнее. Так, что у нас по пчелам? Фу, по пчелам. По блохам. Ага, одна у нас здесь есть. Окей, ушки, надо... Вообще, пускай будет открыто, чтобы мы таким образом хотя бы будем видеть, где у нас эти долбаные блохи и когда они нам реально угрожают. Сейчас Гринявый пойдет здесь докопает и надо будет сразу завалить эту блоху, чтобы она не создала нам в будущем каких-то проблем. Так, Гринька, окей. Ну-ка, пойдем завалим эту сраньку. Все. Так, тут у нас блоха уже куда-то, видимо, свалила, потому что здесь не обновляется. Ну, точнее, обновляется, надо просто сделать вот так вот. Ой, а, господи, это человек, точно. Это мертвая блоха, она нас не интересует. Все, это мы дело закрываем. Так, все, тащите отсюда вам. Вот эти булыганчики и лесник уважаемый. А, вы спите. Надо, чтобы он выспался немножко. Нам надо блоков сделать. У нас, смотрите... А, кстати. Кстати, кстати, кстати. У нас уже есть 53 блока, но лучше туда все-таки кого-то отправить, чтобы блочки переработали. Во, и Гринявый тоже решил рыбку взять. Так, алло. Благо тут щит есть. Откуда ты взялось, тело? Срань какая, а? Блин, только проверил, никого не было? Нет, появилась долбанная блоха новая. Мы имеем все шансы, на самом деле, получить себе чуму. К сожалению. И тогда, возможно, нам понадобится не одна кровать. Хотя, может быть, и получится сделать. Может, у меня и не одна кровать получится. Там же у нас, в принципе, Кирина... Было два Кирина, получается. Да, вот, кстати, у нас есть еще мех Кирина. И значит, что мы можем сделать еще одну такую же кровать, кстати. Во, перевели его. Он же назывался неизвестно как. Так, тапок окей. Лесник пока еще спит. Тапок, слушай, это, конечно, клево. Давай ты займешься вот лучше тисаниной камней. Если тебе нечем заняться, то займись лучше этим. Потому что булыжники нам реально очень нужны. Плюс нам, конечно же, нужно... Нам надо побыстрее исследования провести. Грини, ты заболел что ли? А, правильно. Грини не заболел. Грини заняться нечем. Потому что я ничего не назначил здесь в раскопке или в строительство. Давайте мы немножко еще покопаем тут. Я хочу где-то здесь сделать небольшое помещение с батарейками. Это первый момент. Дальше. Что у нас тут? Есть ли у нас здесь англизит? Англизита здесь у нас нема. Значит, его надо найти где-то. Залежи бокситов англизита. Во. Где у нас ближайшие? Ну, вот это месторождение, наверное, надо копануть. Как раз к тому моменту, как у нас основы электроники будут готовы, я думаю, что Грини здесь закончат с раскопками и пойдет там тоже покопает. Ой, Тапок. Долго ты работаешь? Долго. Капец. Что у тебя там вообще по ремеслу-то? Четвертый уровень. Ну, заодно немножечко прокачаешься. Тоже неплохо. Так, что такое? Где кто опять? Господи, как они меня достали, эти блохи. Опять до Грини докопались. Слушай, Грини, можете помыться, что ли? Почему они все время на тебя агрятся? Точно кто-то чуму у нас схватит. Сто процентов. Ну, не сто, конечно, но процент высокий довольно-таки. Так, а почему они разного цвета? Блоки мрамора, блоки мрамора. Такое ощущение, что вот здесь вот нету потолка. Но он здесь есть. Потому что показывают, что внутри у нас все это. И у нас 7-то ноябрь. Скорее бы уже зима наступила, что ли. Может, животные какие-нибудь придут. Также у нас есть проблемки здесь, да? Остался 1,1 дня. Так, давай, переноси пока еду. 32 куска мяса у нас есть. Но соленое мясо я делать один фиг не буду. Не хочу. Так, Бибер, слушай, а почему ты не... А, ну да, я же тебя назначил. Ты у нас главный по переноске. Хоккеюшки. Значит, тапка мы отпускаем. Можешь заниматься своими делами. И давайте мы здесь сделаем еще полов. Потому что мы переносим грязь постоянно. Своими же ногами. Давайте потихонечку избавляться от этой дряни. То бишь, избавимся здесь от песка. И, соответственно, не будем его разносить потом по уже другим блокам, по чистым. Давай, перенеси все это сюда. Здесь можно, кстати, прибраться немного. И тебя мы сейчас отправим заниматься тисанием камня. Продолжаем чесать камень. Так, Гринни проснулся. Сейчас пожрякает и пойдет, наверное, заниматься. Да, взял булыганчик и пошел заниматься полами. Потому что настроение это совершенно определенно поднимет тем, кто здесь находится. Хотя здесь грязище вокруг. Обратите внимание, какая. То есть она... Блин, полы не спасут отца русской демократии. Короче. Здесь надо реально прибраться хорошенько. Ну, с полами мы здесь разобрались. Окей, ушки. Давай тогда немножечко здесь еще и приберемся. Ну, чтобы не портить настроение. И посмотрим, какое будет здесь тогда у нас помещение по красоте. Хотя, стоп. Булыжников у нас достаточно. Мы можем, в принципе, здесь все это дело уже и дошить. Значит, 84 сюда. Ну, и здесь надо будет побольше. Почти на все хватило. Где-то на два блока не хватит, как я понимаю. Вот на этот. И здесь вот блочок тоже недостроенный. Но сейчас, я надеюсь, он здесь как раз копанет булыганчики. Которые позволят нам это все дело завершить. Или не копанет. По закону подлости именно тогда... Ух ты, ешкин ты, кот. Нифига там... А, стоп. Это же, мать его, сурикаты. Да, 53 градуса. Они сразу сейчас свалят. То есть они появиться-то появились и сразу же свалили. А может быть и нет. Нет, смотри-ка, не свалили. Хм, это армия возмездия сурикатов. Я опасаюсь за нашу жизнь. Но валить их сейчас... Хотя, знаете что? Теоретически, может быть, действительно сделать соленое мясо? А где оно у нас делается-то? Так, ну явно не здесь. Оно, по-моему, вот здесь вот делается. Засолить мясо. Вот оно. Ням-ням-ням-ням-ням. Просто в запас неплохо было бы, на самом деле, сделать. Тапок, ты где у нас сейчас? А ты рыбку тащишь. Пытался тащить. А, дотащил уже. Все, тогда иди сюда, будешь сурикатами заниматься. Это же не только диетическое мясо. Это же еще и шкура. Вот, наконец-то я говорю. Пришла зима. Завяли помидоры. Пришла зима, короче. И у нас сразу появились животные. Потому что температура внизу. Снаружи, короче, температура стала более адекватной. Так, это все на срочный перенос. Опять бибера отвлечем от... Так, вроде бы, вроде бы... А, вот еще один. Еще один спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. Тапок, давай, добей его. А, его нельзя добить, да? Не надо его спасать. Его надо добить. Отлично. Тапок, тащи на базу. Все, вот эту дверь пора закрывать. У нас кончился... Да, кончился керинчик. Давайте мы пока поставим здесь на паузу. Или, подожди, сколько у нас мяса? 32 куска. И оно скоро начнет портиться, скорее всего, да? Через 16 дней при такой температуре. Но такая температура долго не продержится, к сожалению. Тапок. Сейчас он дверь закроет. Но, мне кажется, не опустит вот эта штука до минуса. Если опустит, то можно будет не париться, на самом деле. Но они сейчас будут бегать постоянно туда. Нужны еще. С ладокаменной батареей. А с ладокамнем у нас есть некоторые проблемы и сложности. Он просто тупо кончился. Ну, раз он есть на карте в одном месте, то он там будет обязательно еще где-то. Но это где-то надо найти. Вот в чем проблема. И с кондеями надо что-то тоже делать. 12 градусов. Ну, твою ж мать. Все испортится. Все пропало. Не хочу я делать соленое мясо. Ладно, давайте мы сейчас еще сделаем одну хладокаменную батарейку. Может быть, трех на такое небольшое помещение это хватит. Да чтоб тебя перекосило и выплюнуло. Вот что вы до меня докопались? Блохи сраные. Я что, такой мохнатый, что ли? Ну, в принципе, да. Борода-то не хреновая. Там могут не только блохи, но и мандар... Ну, не важно. Короче, много кто может завестись. 23 градуса, потому что у нас одна батарея сломалась. И фактически работает только одна. Ну, давай так. Давай заменить сломанные компоненты. Эту починили. И эту надо заправить. Сейчас посмотрим, что тут будет. Ну, температура-то пошла вниз. Но насколько... Это большой вопрос. Не, не хочет она. Нормально вниз она не хочет идти. 12, 10, 9. Но они будут бегать сейчас внутрь постоянно. Хотя, не, смотрите. Справляется пока. О, ноль пошел. Даже минус пошел. Правда, как только заходишь вовнутрь, сразу начинается жопа. Давай мясо туда перенесем, чтобы не испортилось. Ну, 3, 3 кое-как. Давай вот здесь вот одну, наверное, уберем. Да, надо срочно, срочно, вчера еще выходить в электричество. Других вариантов я не вижу. Опять затмение. Да что ж такое-то? Сколько можно-то? Алло. Сколько можно затмений? Итак, настроение говно. О, рей-вредительница все-таки. Все-таки она еще какая-то вредительница. Эпидемия подошла к концу. Ну, хоть что-то радует. Алло. Да. Ой. Надо будет потом раскопками заниматься. И искать еще хладокамень. Потому что хладокамень нам при любом раскладе, он нам понадобится. Так. И чем... А, все. Ты пошел за англизитом. Это правильная мысль. Главное, чтобы сейчас отсюда-то отсюда рейд у нас не пришел какой-нибудь. Глумление над трупами у Грини. Ну, превосходно. А ты не мог поглумиться, а потом пойти сюда? Потратил столько хренового времени? Блин. Бибер, ты-то... А, Бибер пытается успокоить Грини. Не получилось. А, подожди. А раз не получилось, почему ты сюда пошел? Что-то я не понял. Все-таки частично получилось у него это. Как я понимаю. Нет, он все-таки пошел глумиться над трупами. Он пришел, подумал такой. Ладно. А, он еще и над своими пошел глумиться. Ну, ты, блин, борзый козел, а. Что делает вообще? Он таскает с собой труп. Вот иди теперь и закапывай ее. Нормально, через колонию с гнилым трупом побегал туда-обратно. И все нормально. Так, имейте в виду, я бы так делать не стал. Не смотрите, что его зовут Грини. Это не мое. Это он сам. Это его собственное решение. Так, ребят. Нам надо будет сейчас добыть англезита. Который, в принципе, у нас уже есть. То есть, мы его уже практически выкопали. И где-то вот здесь вот надо будет поставить небольшую такую электро... Так, не электростанцию. Так, батарейки. А, свинца нету. Поэтому назначить я здесь вряд ли что-то смогу. Так, 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 так. Ну-ка, давайте-ка мы сейчас здесь чуть-чуть попланируем. Я не буду тут изгаляться и делать какую-то супер большую все это. Так, дожди. Значит, надо будет, наверное... Ага-га. Круто. Значит, надо и еще здесь немножко выкопаться. Потому что это будет выглядеть примерно вот таким вот макаром. Так. Так, небольшая такая подстанция. Но придется здесь еще копануть как минимум вот так вот, да? Вот так вот надо будет выкопать, чтобы это помещение доделать. Но для начала надо, чтобы гринни у нас этого англезита накопал. Главное, чтобы он не психанул сейчас в очередной раз. Давай, даже четвертую скорость тебе поставлю. Вот, англезитик у нас. Кстати, англезит как-то странно сыпется. Если вы помните, то металл он сыпется как бы... А, вот, смотри, здесь сразу сыпется. Что-то дичь какая-то. Нет-нет-нет, гринявый. Надо сразу докопать здесь все, что у нас помечено на раскопке. Чтобы ты сюда потом сто пятьсот раз не бегал. Хотя бы вот эту часть. И давай перенеси-ка, пожалуйста, весь англезит на базу. Этот мы тоже ставим на срочную переноску. Там сейчас бибер, наверное, должен сорваться теоретически. Затмение прошло. Сейчас мы здесь... Назначена у нас выплавка свинца? Да, выплавка свинца у нас здесь назначена. Так, тут минус пять. Дать превосходно. Не, все хорошо на самом деле. Все относительно неплохо, потому что большую часть времени все-таки здесь у нас хороший минус. Блин. Боксинг, какого лешего ты опять здесь появился? Тебя закопали опять. Ядритская сила. А у всех, наверное, сейчас еще и дебаф. Нет, крайне недовольство. Неприятное место. Ой, ладно. Фиг с вами золотые рыбки. Давай, отдыхай. Нам надо быстренько выплавить свинца и сделать хотя бы эти самые электро... Ну, не электростанции. А хотя бы для начала аккумуляторные. Кстати, пока ты копаешь, можно провести здесь провода. Кабели-то у нас есть. Давай вот так вот мы сейчас проведем здесь. Проводочки. Они у нас пойдут куда-то сюда. Вот так вот. Ну, и здесь они у нас пойдут вот таким вот макаром. И вот сюда. Здесь будет предохранитель стоять. Но сейчас он у нас не исследован. Поэтому просто подводим кабель сюда. Водушевление. Торговое чутье. Было бы с кем торговать. Проблем бы не было. Так, лесник. Ну-ка. Во-первых, значит, лесник, выйди вот сюда, пожалуйста. У тебя по нуждам там клаустропопия началась. Надо ее немножечко сбить тебе. А потом тебя надо отправить вот сюда, вот выплывить нам немножко свинца. Так, я сказал немножко свинца, а не олова. Немножко там, по-моему, 60 на один долбанный аккумулятор надо. Кстати, будет из чего патроны делать тоже. Тоже неплохой вариант. Итак, у нас появилось немножко свинца. Это значит, что мы можем, в принципе, назначить... А, не 60. 70 на 2. То есть на 2 аккумулятора надо 70 свинца. Гринни, а ты чем занят? Смотришь на воду. Втыкаешь... Втыкаешь, скотина. Так. Здесь нигде... Нет, нигде. Чтобы заодно, так сказать... Нет, давай, давай, Гринявый. Заодно рыбку принеси одну. Ну, чтобы не бегать 20 раз. Хотя он ловит какие-то маленькие рыбки обычно. Ну, фигля, лошара в рыбалке. Прямо как и я, в принципе. Хотя, нет. Я помню, в позапрошлом году я такого хорошего леща взял, да. Но это было давно и неправда. День рождения. В честь этого, короче... Фу, Бибера больная спина. Отлично. Вот, знаете, мне очень нравится. Я не люблю день рождения в своей жизни. Вот в реале, да. Но, вы знаете, наверное, в реале все-таки все не так плохо. Потому что здесь в подарок обычно больная спина или еще какая-то такая хрень. Поэтому я еще не так плохо живу. Обжорствую лесника. Превосходно. Повар решил пообжорствовать. Ну, это тоже не самый плохой вариант, в принципе. А Грини... Блин, Грини непонятно, чем решил заниматься. Грини. Ты знаешь, лежать на братской могиле... Он энергию у них, что ли, вписывает, впитывает? Я фиг знаю, что он делает и зачем. Зачем? Больной извращенец. Так, отлично. Значит, с этим мы разобрались. И следующее, что можно сделать, это... Мы можем сделать ветрячок. Не можем сделать ветрячок, потому что... Блин, Бибер, тебе надо дальше исследовать, да? У нас только основы энергетики сейчас готовы. А больше-то ничего. Печаль, беда. Так, ладно. Гринька. Здесь тоже невозможно. Так, тапок. Давай, почешик. Нет, подожди. Стоп, отставить. Я тупанул. Опять тапка сорвал с рыбалки. Точно. Нам надо провести еще одно исследование, прежде чем мы сможем сделать сами электростанции. В следующем у нас идет как раз возобновляемая энергия, ветровик, а потом у нас пойдут солнечные батареи. Так, Гринявый, ты куда пошел? Ловить, что ли? Да. Так как у него нет... Отличненько. Превосходно. К нам хреново толпа гостей. Ой. Ладно, давайте встречать, что делать-то. Причем у нас не все дома. Что, 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 несколько печально. Ну, у нас постоянно, в принципе, не все дома. Ай, Гринька. Гринька, вали на базу. И как можно быстрее. Может быть, мы успеем их где-то здесь задержать. Но у нас есть проблемки. Не вовремя он свалил рыбачить. Так, Бибер, ты готов вообще? Да. Ушечка у тебя готова. Единственное, что... Так, давайте вот сюда вот лучше перейдем. Просто хреново толпа. Вы посмотрите, что здесь вообще нахрен происходит. Вот сейчас нам Гриньи с дробовиком был бы очень кстати. А у нас нет дробовика. Ты можешь в него стрелять? Порви его нахрен. Так, отлично. Превосходно. Так, сюда мы стрелять можем, сюда мы стрелять не можем. Великолепно. Можем только по прямой стрелять. Так, а вот это уже проблемка. Перезарядка. Так, давай-ка сюда вставай. А, и у нас еще и потрошки у лесника кончились. Великолепно. А, и еще один момент. Да выходи ты! Стоять, Зорькин. Вещи, вещи, вещи. У тебя одет щит, похоже. А, нет, у тебя не щит. У тебя, ясно, у тебя этот самый шлем защитный. Сейчас они прорвутся и будет жопа. Надо как-то встать таким образом, чтобы лесник мог драться. Но чтобы мы могли стрелять и не убить лесника. Хм. Блин, вот это, конечно, здесь вообще не в тему. Ой, господи, что ж происходит-то такое? В упор ты стрелять не сможешь, конечно же, да? Конечно же, да. Просто великолепно. Бибер, спасай лесника. И во всем этом прикрывает вас тапок. Гринька, ты дошел вообще докуда-нибудь? А, нет, Гринь вообще никуда не идет. Ему насрать. У нас осталось... Так, вражины еще здесь остались. Окейушки. Значит, одна вражина осталась. Нет, две. Две вражины осталось. Одна вражина осталась. И патронов у нас не осталось. Вот в чем проблема. 45-го калибра у меня, походу, дела нету. Тупо нету. Вот он был, 45-й калибр, но... Да. Гринь и балбес. Бибер. Срочно лечить этого балбеса, который подставился... Ну, не подставился, он на самом деле героическая личность, мать его, за ногу. Так, ты вставай сюда. Сейчас они проломят двери. Их двое. Но там должен подойти уже Гринь с дробовиком. Да, Гринь с дробовиком уже здесь. И во всем этом прикрываю вас я. Бригада. Давайте прорывайтесь, козлы вонючие. Так, у тебя все в порядке. Мизинец левой ноги отгрызан. Но в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Давайте прорывайтесь сюда. В принципе, нам завезли много мяса. Неприличный выстрел. В смысле, неприцельный. Ну, и неприличный тоже можно. Все, все. А теперь надо их всех добить. Так, вы все свободные? Ну что, ребят, мы смогли отбиться от атаки. Правда, надо делать патроны. К сожалению, я думал, что получится в этой серии сделать электричество. Но, как видите, вот эти вот антисы, злобные твари, не дали нам этим заняться. Придется сейчас разгребать другие проблемы. Так, здесь тоже есть какие-то выжившие, да? Вот ты, вот ты выживший. Но зато нам привезли много хитина, много мяса. И, в принципе, так, я не понял. А, мне показалось, что у них тоже капелька крови. В принципе, лесник отделался легким испугом. И мизинцем. В общем, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго, всем пока и отличного настроения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok